Музыка В период с 25 по 26 августа этого года на Гребном канале в Крылатском второй раз пройдут международные соревнования по гребле на Бодарк и Каноя на Кубок Президента Российской Федерации. Мероприятие организовано Всероссийской Федерацией греблей на Бодарках и Каноя и, соответственно, правительством Москвы, Департаментом физической культуры и спорта города Москвы. В программу соревнований помимо обязательных 12 олимпийских дисциплин будут включены показательные заезды гребцов-паралимпийцев, заезды на лодках дракон, игры на кану пола, выступления спортсменов Каноя фристайла. Музыкальные и танцевальные номера между спортивными видами программ создадут для всех для нас атмосферу праздника. В турнире ожидается участие порядка 20-50 человек из 8 стран мира, из них 25 московских спортсменов. Соответственно, у нас на сегодняшний день спортивное сооружение готово полностью принять, в соответствии со всеми требованиями соревнований, нашу замечательную историю с проведением этого мероприятия. Значит, российские спортсмены – это финалисты чемпионата России 2015 года и сильнейшие гребцы из Германии, Венгрии, Дании, Португалии, Литвы, Белоруссии и Казахстана. Медицинское обслуживание традиционно будет осуществлять Московский научно-практический центр спортивной медицины, Департамент здравоохранения города Москвы. Обеспечение безопасности и охрану общественного порядка во время проведения мероприятия осуществлять будет традиционно Главное управление МВД по городу Москве, Главное управление МЧС России по городу Москве и, безусловно, Управление Федеральной службы безопасности по городу Москве и Московской области. Церемония открытия нашего замечательного соревнования пройдет 25 августа в 15.00. Церемония закрытия Кубка Президента состоится 26 августа по окончании церемонии награждения. Рекламная кампания, коллеги, проходит при содействии Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Телетрансляция вечерних сессий соревнований будет организована телекомпанией «Спорт». Это мероприятие уже пятое по счету. Изначально планировалось, идея закладывалась проведение Кубка Президента как соревнование, которое развивает спортивную инфраструктуру в регионах, способствует популяризации вида спорта. Я думаю, что это нам удалось. Первый Кубок Президента был в Санкт-Петербурге. Там построена неплохая база стрела. Второй Кубок Президента был в Краснодарском крае, в городе Краснодаре. Там очень хорошая база. Это основная база, которую используют команды России при подготовке к соревнованиям. Как вы понимаете, это южный регион. Третий Кубок Президента был в Казани. В преддверии универсиады там построен великолепный грибной объект. Год небольшой, небольшая была пауза. Далее, 14-й год в преддверии чемпионата мира по гребле на Байдарках и Каное Кубок Президента проходил в Москве. Под Кубок Президента и чемпионат мира канал был полностью реконструирован. На сегодняшний день мы немножко нарушили традицию, проводим Кубок Президента второй раз в одном месте в Москве. Но здесь история понятная. Непростые экономические условия, регионы не всегда готовы и могут позволить себе финансово провести такое мероприятие. На высоком уровне. Но мы надеемся, что традиция эта будет жить. Были мысли провести это в Астрахане. Я разговаривал с губернатором. Такие мысли, в общем-то, сохраняются и, может быть, мы перенесем их во времени. Также я разговаривал с губернатором Алтайского края. Тоже, возможно, проведем с каким-то временем и там. Это, возможно, как место проведения город Воронеж. После проведения полномасштабной реконструкции базы. Может быть, подключатся какие-то другие регионы. То есть сама мысль, сама идея того, что инфраструктура спортивная после проведения этого мероприятия должна быть в хорошем состоянии, она живет.